Здравствуйте, уважаемые зрители! С 23 по 25 февраля в Ульяновске прошёл первый очный всероссийский форум движения педагогов-волонтёров. Сегодня у нас в гостях организатор форума, создатель и руководитель движения педагоги-волонтёры Елена Сорокина. Здравствуйте. И участник форума, педагог-волонтёр из Саратова, учитель русского языка Мария Иванова. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим не только о форуме, а вообще о движении педагогов-волонтёров. Я хочу понять, вы работаете на безвозмездной основе, ученику, понятные родителям, это очень удобно. А что даёт волонтёрская деятельность вам, педагогам? Я хотела бы от вас обеих услышать ответы. Давайте начнём с Марии, наверное, да. Всегда интересно послушать самих волонтёров, зачем они пришли, что им это даёт. Мария. Я исполняю свою детскую мечту. Так, интересно. Да, и в детстве я всегда задумывалась, ну спрашивали, кем ты хочешь быть, кто-то космонавтом, кто-то певицей. И в общем, я не могла определиться в профессии и сказала, я просто хочу помогать людям. Да, вот так. Да, так и вышло. И не педагог, а просто помогать. Просто хотелось оказывать какую-то помощь людям, ну быть, наверное, не бесполезной. И волонтёры, я тоже на форуме пообщалась со всеми и спросила, цель ваше участие в этом движении. Кто-то хочет помогать, кто-то помогает себе через помощь людям, ну, наверное, это реализация через помощь ближнему. Те, кто нуждается, это очень приятно. Это такая необходимость вашей, вам вообще, душевно, наверное. Да, я думаю, что у всех людей такое присутствует, особенно, наверное, у нашего русского народа, нашей русской души. Вот эта помощь ближнему, не безразличие, я думаю, что это основная цель нашего духовного роста. Я бы от вас хотела. Да, ну, на самом деле, очень многие, вот я могу сказать, приходят с разной абсолютно мотивацией. Мы всегда на собеседованиях спрашиваем, зачем, почему решили откликнуться, зачем вам это нужно. И понятно, что кто-то говорит, нужен опыт, особенно студента, да, практика, нужны новые знания, научиться работать в онлайн, к примеру, да, и так далее. Но, безусловно, человек, даже если он это говорит не первым, то потом говорит, ну, я бы хотел помогать. Помогать тому, кто не может посещать платные занятия, кто не может нанять репетитора. А наша аудитория – это ребята, которые в трудной жизненной ситуации. Это воспитанники детских домов. И понятное дело, что там нет бюджетов на то, чтобы взять репетиторов, да, и они учатся в общеобразовательных школах. Им может не хватать того, что дается в школе, просто ввиду специфики их особенностей, да, как ребенка. Поэтому здесь, да, действительно есть потребность помогать, потребность реализовываться самому, без вот этой вот большой бумажной работы и так далее. Действительно, сидеть с ребенком, да, давать ему какие-то знания и чувствовать от него вот эту отдачу. Безусловно, каждый получает свою отдачу. Да, да. Ну, а для нас вообще в целом само по себе движение именно вот в этом формате – это возможность менять мир к лучшему. Это то, что мы можем сделать. Не ждать, что кто-то его поменяет для нас, а самим привносить какие-то изменения в ту же систему образования. Елена, вы уже стали говорить о движении. Вот хотелось уточнить, когда оно появилось и как вообще оно появилось? Оно появилось в 2020 году. Я не устаю говорить, что мы вдохновились движением волонтеры-медики. Мы познакомились с ними на добровольческом форуме «Добровольцы России» в 2019 году. Ну, вот была какая-то такая… Мы реально мониторили, есть ли вообще педагоги-волонтеры. На тот момент вот такого и централизованного чего-то не было. Ну, у нас всегда, мне кажется, медики и педагоги идут где-то вот рядом, да, это наши бюджетники. И если есть медики, то почему нет педагогов? И началась пандемия, вот этот вот дистант и так далее. Появилась потребность изучения онлайн-инструментов, появилась у детей потребность дополнительной помощи. Поэтому так родилось движение, которое сегодня, несмотря на то, что пандемия закончилась и так далее, оно продолжает развиваться и продолжает помогать ребятам. А много человек откликнулось тогда? Да. Ну, тогда, значит, сразу, безусловно, мы начинали там с один, два, три педагогов-волонтеров. Вот. Но сегодня более 1100 человек в пуле. И откликов гораздо больше, безусловно. Но есть и отбор, и есть отсев, когда люди приходят и понимают, что все-таки это не их или не там нагрузка и так далее. Но количество действительно большое. Это не только волонтеры из России. У нас есть волонтеры из 17 других стран. В основном это, безусловно, наши русскоязычные. Но у нас есть и волонтеры-иностранцы. У нас, например, есть уникальный волонтер, на вот это она проживает в России, в Тюменской области. Ее зовут Декью. Она преподает английский язык. Она вышла замуж за русского мужчину, приехала жить в Тюменскую область. Вот. И преподает ребятам английский язык как native speaker. И это тоже такой очень интересный, наверное, пример. А отбор как идет? Какие-то критерии есть? На самом деле, конечно, у нас достаточно такой простой вход, с одной стороны. Это доступный способ благотворительности. Человек подает заявку. Он может подать заявку разными способами. Либо у нас на сайте, либо через портал Добро.ру. Это вот большой волонтерский портал. Потом мы обычно проводим видеособеседование. Сейчас у нас не проходит собеседование педагогик, у которых есть опыт и образование, для того, чтобы ускорить процесс подбора. Потому что учебный год в разгаре. Заявок у нас в этом году очень много. И у нас еще есть дети, которые не занимаются до сих пор. А так обычно видеособеседование мы проводим. Мы здесь сделаем вопросы, спрашиваем, смотрим резюме человека. Потом человек получает возможность посмотреть наш базовый курс педагога-волонтера, познакомиться с основными принципами работы движения. А те, у кого нет опыта, они идут на гостевые уроки к опытным педагогам-волонтерам. И потом потихонечку начинает уже заниматься. Ну, вернемся к форуму. Кто участники форума, сколько их, откуда они приехали? В общей сложности у нас участников около 80 человек. Это те, кто приехали из других регионов. Участники это участники движения педагоги-волонтеры. Мы не набирали кого-то, кто не является участником. Наша задача была действительно впервые привезти наших действующих волонтеров на ульяновскую землю, на родину движения, показать им наш регион, чтобы они встретились, дать им какие-то новые знания и так далее. Приехало в общей сложности порядка, по-моему, 50 человек из разных регионов, из 15 регионов других. И плюс наши ульяновские волонтеры. То есть у нас свой ульяновский тоже пул. Вот они приходили, уходили, тоже участвовали в мероприятиях. Ну и была онлайн-трансляция, которую тоже смотрели те, кто не смогли приехать. Вот, собственно говоря, строятся наши участники. А кто выступал и на какие темы? У нас было несколько образовательных площадок. У нас выступали представители форума классных руководителей. Это организация тоже, созданная по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации. У нас был Кирилл Иванов, он преподаватель химии, он известный блогер, бородатый химик. И он рассказывал про современные инструменты для учителей. Была также наш ульяновский педагог Ирина Светова, она послала форума, она говорила про мотивацию учеников. У нас были психологи, у нас был психолог из центра Форсайт, они работают над темой выгорания, они помогают, в том числе, сотрудникам НКО. И мы говорили про выгорание, потому что учитель – помогающая профессия, и выгорание – очень частая история. Сами волонтеры проводили мастер-классы. У нас было две волны мастер-классов от самих волонтеров, у нас был даже мастер-класс с использованием музыкального инструмента, проводил наши волонтеры в Санкт-Петербурге, он обучается в консерватории, он проводил мастер-класс, рассказывал про Шопена, они играли произведения, в общем, да. Поэтому вот в таком формате. Плюс мы ходили на экскурсию в частную школу ульяновскую, посмотреть формат, который у них. Ну и была у нас стратегическая сессия, где мы вчера с нашими волонтерами планировали дальнейшую деятельность движения. Ну, об этом чуть хорошо. Мария, вот хотелось бы услышать ваши впечатления от формы. Что вы для себя взяли? Вы знаете, впечатлениями поделиться не могу. Был такой масштаб, потому что еще все в голове не осел и не переварилось. Настолько я под впечатлением действительно нахожусь. Ничего не предвещало, я не было никаких ожиданий. Я ехала буквально с закрытыми глазами, потому что я не знала особо, что представляет из себя. Не так давно вступила в ряды волонтеров-педагогов. Ну и вроде помогаешь, делаешь доброе дело, а тут приглашают. Ну почему нет? Я такой человек активный, в любой момент могу собраться и поехать, и тут тоже. Раскидала я репетиторством еще занимаюсь, раскидала уроки, приехала. Нас встретили, свозили на экскурсию, в таких комфортабельных условиях расселили. И, в общем, забота. Ну, я не знаю, так родственников не встречают. А настолько интересны были образовательные какие-то площадки у нас. Вообще сам форум, ну это какое-то уникальное событие, я хочу сказать. Очень много интересного для себя, много инсайтов вынесли. И, безусловно, я это все буду в работе своей использовать. Ну, вы уже сказали, что вы недавно совсем педагогу волонтером стали. А вот вы учителя русского языка и литературы, да? Сейчас расскажу о себе. Да, о себе. Немножко. Вообще, по профессии я преподаватель русского языка как иностранного. То есть я обучаю иностранцев коммуникации, чтению, письму, говорению и аудированию. Ну, аудирование, чтобы они понимали нашу речь. Как я попала в профессию русского языка как родного, там методика отличается. Ну, отличается так, что я не могу детей подготовить к ЕГЭ и ОГЭ. Но начальных классов, когда дается база, это методики, они, ну, смежные, похожи. И заметила такую тенденцию, то, что детям, ну, довольно-таки тяжело, особенно, которые на онлайн-учении находятся, вниманием ограничено преподавателя, они не могут усвоить вот этот базовый курс русского языка. И встречаются с разными сложностями. Я знаю подход, как учить иностранцев. Но неужели я не могу нашего русского ребенка, который в среде использует русский язык, объяснить ему? То есть я вижу, если существуют какие-то дефициты, я просто подхожу с другой стороны, комбинирую две методики. Ну, о результатах сейчас о каких-то говорить еще рано, поскольку я не так давно. Но в динамике прогресс ощущается очень хорошо. Вот есть ли особенности обучения детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации? Особенности, безусловно, они присутствуют. Ну, сам ребенок, вот, допустим, я занимаюсь с ребенком, у меня один пока под попечительством, это с Донецкой Республики. Да, они три года сидят на онлайн, то есть ребенок вообще ни разу не ходил в школу, и занимаемся только онлайн обучением. Онлайн обучение, ну, все, наверное, помнят, это был недавно коронавирус, как это было тяжело, особенно у кого есть дети. То, что вот это вот домашнее задание отправлялось, и родителям приходилось разбирать все эти темы. Не все родители компетентны, не все знают эти предметы, тем более такое огромное количество дел, которые на родителей возлагается в этот момент. Ну, и, соответственно, приходится разбираться, добавляться, включаться в эту работу педагогам-волонтерам. Поэтому мы проходим темы, я определяю, где есть какие-то лакуны, дефициты, ну, и, соответственно, заполняем. Если ребенок не понимает, то подхожу со стороны методики русского, как и иностранного, объясняя более простым языком. Спасибо. Елена, вот на форуме впервые прошла церемония награждения общественной педагогической премии «Крылья надежды». Как родилась идея создания такой премии? Она у нас родилась тоже практически в первый год создания движения, потому что, вы правильно заметили, волонтеры не получают деньги. И мы, вот вы говорите слово «работают», мы стараемся вообще слово «работают» вообще избегать своей терминологии, потому что это, ну, все равно есть ассоциация «работают», это как будто бы работа равно деньги. Здесь нет материального вознаграждения, здесь есть какое-то моральное вознаграждение. У нас есть разные бонусы от партнеров для наших волонтеров, которые мы предоставляем, образовательная часть и так далее. И в том числе нам хотелось, чтобы появилось вот это вот такое признание в своем сообществе, которое тоже позволит в чем-то раскрыться. Так в прошлом году появилась идея вот этой вот общественной премии «Крылья надежды» именно для педагогов-волонтеров. И, соответственно, победители, лауреаты, мы их называем лауреаты нашей премии, они становятся амбассадорами движения. В частности, у нас есть практика, когда мы едем в регионы, в другие, когда мы начинаем масштабироваться, начинаем проводить занятия с детьми из других регионов. Мы обычно едем в этот регион для того, чтобы познакомиться с местными органами исполнительной власти, с учреждениями, провести какие-то лекции открытые для родителей, для педагогов. И обычно едет кто-то из нашей команды. Мы решили в том числе дать такую возможность нашим волонтерам самим съездить в эти регионы. Для них это что-то тоже вроде путешествия небольшого. То есть мы его полностью организуем, и они, соответственно, туда приезжают и представляют движение в своем лице. Ну, плюс, соответственно, мы хотим, чтобы их лица появились на какой-то атрибутике движения, чтобы они участвовали в каких-то акциях. Для них это тоже продвижение. То есть таким образом мы хотим помочь продвигать наших волонтеров. Очень многие из них, как Филомария, занимаются частной практикой, репетиторством с благополучными детьми, со взрослыми и так далее. Мы хотим помочь, чтобы про них знало большее количество людей. То, что мы можем со своей стороны сделать. Они помогают детям бесплатно, но мы со своей стороны хотим помочь тоже сделать их такими... Чтобы их узнавали. Конечно, да. Чтобы их тоже узнавали. И кто стал обладателем премии? Премии лауреатами стали 15 человек. Мы должны были выбрать вообще 12, но так получилось, что выбрали 15 в четырех номинациях. Номинация — это опыт и наставничество. Это наши опытные педагоги, которые провели большое количество уже занятий, у которых есть большой опыт педагогический за плечами. И в этой номинации лауреатом первой степени стал наш серебряный волонтер из Свердловской области. Ее, к сожалению, не было на форуме по семейным обстоятельствам. Но мы обязательно отправим ей подарок, и она станет амбассадором. Татьяна Анатольевна, она преподает математику. Человек уже на пенсии, но продолжает заниматься любимым делом. И ей достаются самые сложные ученики. Ей достаются, например, у нас был случай, когда девочка, она уже учится в институте. То есть ей уже даже 18 есть, хотя мы обычно помогаем до 18, но она находилась в социально-реабилитационном центре на грани отчисления. То есть вот если бы она не решила определенные тесты, ее бы уже отчислили. Вот Татьяна Анатольевна с ней за несколько занятий они прорешали так, чтобы она на контрольную пришла, на зачет, и решила эти задания. То есть ей достаются какие-то невероятно сложные, поэтому она у нас победитель. Еще одна номинация – это «Волонтерство как призвание». Это те, кто не педагоги в обычной жизни, да, они занимаются чем-то. Конечно, да-да-да, есть такие, но вот они у нас занимаются волонтерством. И здесь первое место получил педагог, у нее есть педагогическое образование, но она очень давно не работала в сфере образования. Она пришла к нам, у нее, я помню, даже был запрос как раз в начале, она сказала, я так боюсь брать учеников, потому что я так давно не занималась этим. И вот здесь она как бы у нас получила вот эту уверенность. Это педагог из Москвы. И также у нас была номинация «За результаты». Получили педагоги, которые достигли наибольших результатов со своими учениками. И номинация «Новое поколение». Это наши молодые волонтеры, они еще студенты, у нас есть и старшеклассники. То есть это такое поколение, которое вот подрастающие тоже развиваются. И они уже пробуют, да. Даже не пробуют, а получаются. Да, и это мы выбрали ребят тех, которые уже достигли тоже каких-то результатов. Либо здесь те, кто, например, лауреат первой степени, она не студентка, она проходила переподготовку, то есть человек уже в сознательном возрасте начал карьеру педагога, педагог из Московской области. И мы тоже отмечаем такие случаи, потому что мне кажется, это очень важно, что человек почему-то не смог зайти через школу, побоялся, не хватает опыта и так далее. Вот здесь он может себя попробовать и сказать, да, я хочу работать в школе. И она сейчас, кстати, работает в школе. Мы таким образом, не знаю, может быть, немножко мы хвастаемся, да, но кого-то мы возвращаем в сферу образования. Что сейчас очень важно. На мой взгляд, очень важно, чтобы такие педагоги занимались с детьми, в том числе, в школе. Ну, а как будет развиваться движение в дальнейшем? Вы говорили уже о планах на форуме, да? Мы обсуждали как раз вчера с волонтерами, для нас было очень важно, чтобы они сами приняли в этом участие. Вот Мария может поделиться, что было. Какие вчера цели больше всего вдохновили? Мы поставили вчера много амбициозных целей перед собой. Много целей. Безусловно, это расширение, вовлечение педагогов, волонтеров, рассказывать, да, о том, что это важно делать, какие бонусы ждут. Ну, также немало важно, это очень приятно. За прекрасную, хорошую работу и добрые дела получить какой-то бонус. Ну, мотивирует. Вот, поэтому давайте поживем, посмотрим. Да, то есть у нас есть задача, безусловно, это масштабирование, потому что сейчас мы централизованно помогаем детям из 15 регионов. У нас есть из разных регионов, регионов больше, но централизованно это 15. Конечно, наша задача будет масштабироваться. В этом году мы будем масштабироваться на 10 регионов новых, то есть еще 10 регионов, из которых мы начнем помогать. А в каком направлении вы тогда планируете? Север, юг? У нас нет вот такого севера, юга. Мы стараемся рассредоточиться. Например, в числе масштабирования есть Дагестан, Астрахань, Кемерово. Это совершенно разные локации. Второе, что мы будем в этом году делать, это создавать региональные представительства. При поддержке фонда президентских грантов мы начнем создавать региональные представительства на базе образовательных учреждений. Это как раз с целью вовлечения большего числа волонтеров в деятельность, популяризацию педагогического волонтерства. В этом году в 5 регионах появится представительство, в следующем еще 5 регионов. То есть это появятся полноценные площадки для того, чтобы волонтеры могли встретиться очно, восполнить какой-то вот этот дефицит оффлайн общения и так далее. Поэтому у нас таких две ключевых цели, это масштабирование и создание региональных представительств, ну и безусловно улучшение качества, то есть создание системы методической поддержки самих волонтеров, создание бонусной системы привлечения бизнес-партнеров, которые поддерживают. У нас уже сейчас есть бизнес-партнеры, которые помогают нам каким-то образом поддерживать наших волонтеров, предоставлять им какие-то IT-ресурсы и так далее. То есть вот здесь вот такие цели для того, чтобы улучшать и качество того, что мы делаем, и постепенно расширяться. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. Успехов вам огромных. И чтобы больше-больше было таких неравнодушных людей. Спасибо большое. Спасибо. До свидания, уважаемые зрители.